Ребята, всем привет! У нас сегодня воскресенье, и мы продолжаем наслаждаться нашим отпуском. Сегодня мы спали, валялись в кровати до трёх часов дня, представляете? Сейчас у нас шесть. Мы съездили в магазин, где всё для дома, и у нас... Вообще у нас в доме присутствуют два туалета. Один туалет работал нормально, второй туалет у нас сломался уже пару лет назад, наверное. Но он как бы работал, но, знаете, у него постоянно текла вода. То есть там какой-то механизм был неисправен, и постоянно текла вода. И поэтому Дэниел перекрыл всю воду, и мы пользовались только одним туалетом. Но вот сейчас у нас освободилось время, и мы поехали в магазин. Он посмотрел, какие нужно купить дополнительные части, чтобы починить этот туалет. Вот, и сейчас он его уже починил, и у нас теперь работают два туалета в доме. Вы прикиньте, вот это лакшери. Это реально роскошь, потому что я забыла, когда... Тем более у нас Белла занимает туалет, который находится в гостевой, в гостиной. Там постоянно Белла орудует. Вот, и нам необходим второй туалет, и наконец-таки он теперь у нас уже есть. А также не очень хорошие новости. У моего свекра обнаружили аппендицит. У него несколько месяцев, может, мне кажется, год уже болел живот без перерыва. И он обследовался постоянно, но врачи ничего не находили. Не знаю, как такое возможно. Вот, и у него в последние дни была очень-очень сильная боль. Именно вот внизу живота, где у нас находится аппендицит. И сегодня вызвали скорую. Мама Дэниела вызвала скорую. Его сразу же забрали на скорой и отвезли в больницу. И доктор его прям моментально продиагностировал. У него выявили воспаление аппендикса. И ему уже назначили операцию на сегодня на 8.30 вечера. Представляете? Вот уже до работы врачей сегодня воскресенье. А хирург в воскресенье, да еще в 8.30 будет проводить операцию. Работа вообще колоссальная. Тяжелая. Но будем молиться, что... Ну, мне кажется... Ну, не кажется, 100% пройдет все хорошо. И дай бог, что это аппендицит давал вот такую вот невыносимую боль. Потому что отец реально, он... Он не сидеть не мог, не есть не мог. Он последнюю неделю вообще ничего не ел. Никуда. Вот он как на машину починил неделю назад. И все, после этого он слег. Он ничего не мог делать. Он лежал, у него все болело, он весь белый, похудел очень сильно. И уже сегодня это такая была. Больше невозможно было терпеть. И мама Дэниела позвонила в скорую. Приехала скорая, его забрала. Они оформили все документы быстро, моментально. И вот назначили операцию в этот же день. Представляете? Сервис какой. Так, сейчас я вам покажу. Не обращайте внимания на бардак. Я еще дом не убирала. Тут вот Дэниел брил с его волосы. Кошмар. Тут также у нас, знаете, что уголок, где мы наказываем Беллу. Сюда вот ее сажаем. Но уже давно этого не было. Тьфу-тьфу-тьфу. Она молодец, ходит куда надо. Это коробка. А, тут был спасенный зайчик. Зайчонок. Которого Марио покусал. И тут вот Дэниел ему тоже сделал домик. Но, к сожалению, этот заяц не выжил. И потом Марио в результате доел. Так, а вот это наш починенный туалетик. Смотрите. Проблема была в том, что, несмотря на то, что вот этот вот кран внизу был закрыт, все равно вода текла. И каждый раз, когда мы нажимали спуск, потом вот эта вот штучка наверх автоматически не поднималась. То есть мы нажимаем ее, и она так внизу продолжает висеть. И вода течет, 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 течет. Вот. И каждый раз, когда мы сходили, сделали свои дела, надо было ее самим поднимать. От чего это как зависело. Данил посмотрел в интернете. Там тоже внутри в этой крышке какие-то механизмы. Он все это починил. И все, теперь все работает. Видите, вода не течет. Круто. Теперь у нас есть два туалета. Ну, это я. Ау. Мы также ездили в магазин. Я записывала на инстаграм в сторисах. Мы хотели купить краску для кухни, потому что она у нас уже вся покорябалась, попачкалась. Мы сколько? Данил Дом купил в 2011 году. Даже, мне кажется, в 2010. Я приехала в 2012. И вот с 2010, 2011 года мы никакие ремонты косметические не производили. Только, ну, если, знаете, уже в крайность что-то там поломалось, да, мы чиним. А вот именно поддерживать косметический ремонт, красоту, мы этого не делали. И сейчас, так как у нас освободилось время и есть желание, как ни странно, вот мы хотим покрасить кухню. Мы посмотрели краски. Также купили вот эти механизмы для унитазов. Что еще? А, мы посмотрели клетка, которая у нас стоит на улице, она для собак. Туда собаки ходят делать свои дела, но мы их приучили. Но дело в том, что Марио начинает делать подкопы. И он прям копает, знаете, дырки и выбегает оттуда. Также делает подкопы именно где наш забор находится, тоже выбегал несколько раз. И это, ну, опасно, потому что некоторые машины едут, они даже людей иногда не замечают. Эта собака бежит, можно не заметить и сбить. Вот, поэтому для этой клетки мы присмотрели, знаете, что кирпичи. Вот мы думаем выложить кирпичи по кругу, по границе клетки. И чтобы даже если Марио копал, ну, копать эти кирпичи, естественно, и даже если бы он, ну, начинал копать, он бы упирался в этот кирпич. Или просто, знаете, именно сделать такую платформу из кирпичей, из кирпичей, как такое патио. И уже на вот эти вот камни поставить клетку, чтобы там ни травы, ничего не было. Также у нас, знаете, был очень сильный шторм в 2015 году, по-моему, или в 2016. И у нас даже деревья из-под земли с корнями выдирались и валялись на дорогах. Вы прикиньте, прям полностью вместе с ними весь газон выдирался, и всё вот это перевороченное валялось на дорогах. У нас был очень сильный шторм летом. И так получилось, что как раз в это же время, а мы уезжали в Индианаполис, это не штат, а столица нашего штата, вот я сдавала экзамены персонального тренера. У меня было 3 дня курсов, и потом на 3 или на 4 день, я уже не помню, я писала тест. Практически и такой онлайн. Вот, и как раз в это же самое время, когда мы поехали в Индианаполис, у нас в городе произошёл вот этот вот сильный шторм. У нас, естественно, когда вот такие вещи происходят, у нас постоянно вырубается всё электричество, ничего не работает. И мало того, что у нас вырубилось всё электричество, у нас на крыше была дырка. Вот, но нам сосед, он, ну, он такой, знаете, добродушный, просто так. Вот, давайте я вам починю, типа, у меня всё есть. И, ну, мы захотели заплатить, а он говорит, нет, ничего, не надо, это моя работа. И он взял нам починил вот эту вот дырку на крыше. И, ну, также у нас, знаете, что произошло? У нас полностью сломалась дверь гаражная. И это вообще жесть, то есть она такая массивная дверь, и она снизу вся прогнулась из-за этой ветрюги. И вот с тех пор мы ничего, ну, не делали, потому что, ну, Дэнил работал, учился, да, мне-то, как я-то, почему-то, понятное дело, я в этом не шарю. Вот и сейчас у нас опять освободилось время, и мы решили привести эту дверь в порядок. А сегодня были в магазине, смотрели сцены на эти двери, и, ну, самая такая дешёвая дверь стоит 500 долларов, самая дешёвая, вот, по типу, что у нас сейчас стоит, 100 долларов стоит. Конечно же, с наворотами, знаете, по массивнее, по надёжнее двери, они там все за 2000 долларов и выше, это не сейчас. Вот, и за 500 долларов починить дверь нормально. Ну, ещё, наверное, будет долларов 200-300 стоить механизм, который открывает эту дверь, и пульт автоматический, подъём и спуск этой двери, вот. Так что сейчас мы полностью, знаете, углубляемся в починку дома, потому что что ещё делать? Починка дома и починка наших тел у нас две основные цели. Смотрите, какой я нашла навес, как беседка. Такая надёжная. Ой, вообще классно. И внутри можно что угодно поставить, и грили, и качели. Ой, вообще такая классная. Ну и цена у неё тоже зашибенная. Тысяча долларов. Смотрите, чтобы платить, сделали вот такие вот стёкла. Офигеть. Как классно сделали. У каждой кассы такие вот стёклышки. Тоже, видите, надпись 6 фит. Ребятушки, вроде бы понедельник утра, я намеревалась убрать всё-таки дом, уже начала убирать кухню. И тут нам приходит сообщение от университета. Рассказываю, в чём подвох. У нас основная программа, где мы проходим все наши предметы и должны сдать их на определённую оценку, называется кюрикюлум. В этот кюрикюлум, как я уже сказала, входит все наши предметы и плюс практика. Но также наш университет ещё включает дополнительную программу. Она называется кокюрикюлум. И в это кокюрикюлум входит волонтёрство, посещение всяких лекций. И кокюрикюлум разделяется на несколько подразделений. Первая – self-awareness, а также cultural sensitivity и leadership. И также туда включаются два волонтёрства по два часа. Но так как с коронавирусом всё отменено, мы нашли волонтёрство в фудбэнк. Это раздавать бесплатно еду, какую-то помощь. Всем, кому требуется. И... Дело в том, что... Вот, что в этом сообщении было написано. В сообщении было написано то, что если студент не закончат всё вот эти дополнительные кокюрикюлум, юниты, то в следующем году, когда у нас будет практика в больнице... Обычно они учитывали предпочтение, куда студент хочет пойти на практику. Но в этот раз они сказали, опять же, если вы не закончите, то мы ваше предпочтение учитывать не будем. Мы отправим вас в самую худшую больницу. Вы прикиньте? И нам надо заполнить вот эти все кредиты, юниты до 22 мая. Нам осталось cultural sensitivity. Нам осталось два волонтёрских experience. Вообще жесть. Сейчас вот мы нашли, я уже сказала, до фудбэнк, едем туда, и я вам поснимаю. Мы приехали в здание, где раздаётся бесплатная еда, и сейчас мы будем помогать её раздавать. Так, сейчас, знаете, я ожидаю собрания. Сегодня у нас по расписанию собрания по Zoom от моей работы. Нам будут рассказывать, какие введены новые правила, ограничения, именно для тех, кто ведёт занятия. Вот. И я ввела все данные, но почему-то собрание не начинается, должно начаться в 8.7.30. Такая табличка лежит, стоит непонятная. Ну-ка, ещё раз. Ага, понятно, в чём дело. Сейчас ещё пока не закончилось собрание у предыдущей группы, а группа, которая... у сотрудников, которые отвечали за порядок в фитнес-центре, которые встречали людей на ресепшене. Вот. И сейчас они заканчивают собрание, поэтому мы не можем войти и join, да, их присоединиться к ним. Вот. Поэтому нам надо подождать, пока они закончат это собрание. И потом мы ещё раз попробуем войти, мы должны с успехом совершить этот вход. Как-то так. Вот. И нам, да, нам будут рассказывать новые введения, новые правила. У нас началось собрание. Только что закончилось моё собрание, но, как я предполагала, ничего нового нам не сказали, просто сказали, что наши классы персократятся. Вместо одного часа мы будем преподавать всего лишь полчаса, либо 45 минут, в зависимости, что за класс. Если мы используем какой-то инвентарь, то 30 минут, чтобы потом было достаточно времени его помыть. Продезинфицировать. Дезинфицировать. Почему у меня проблемы с этим словом? Продезинфицировать. Продезинфицировать. продезинфицировать нет продезинфицировать 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 это вообще такое впервые блин забыла как слово говорится продезинфицировать о продезинфицировать Аллилуйя, продезинфицировать, продезинфицировать, все, продезинфицировать, вот. Инвентарь, с которым люди занимались, но у меня зумбы класс, мы никакой инвентарь не используем, и поэтому, не знаю, но нам все равно сказали, по-любому, неважно какой класс, надо его проводить не более 30 минут. Окей, мы выполняем требования, да. Да, ладно, я проголодалась, я сейчас буду делать, знаете, что паштет из тунца, и буду его есть с салатом, а Дэнни сделаю сель. Так, я сейчас такой деликатес Данечке делаю, уже поджарились яйца с сыром, на хлебушек уже прожаренный тоже, авокадо, паштет из тунца, и также будет хлебушек сверху со сметанкой. Сейчас сюда я перенесу яичко. Ой, чтобы оно не выпало. Знаете, мне оно на две руки понадобится. Так, и теперь все это закрывается хлебушком. Вот так. И несется мужем. Дэнни, your sandwiches are ready. Конечно же, я себе не буду делать такой вот замудрённый сэндвич, я просто себе сейчас сделаю Я себе сейчас просто, знаете, что сделаю? Салат Помешаю его с паштетом Такой вот салатик с паштетом, с авокадо и, может быть, два белка себе пожарю Как-то так Моя тарелочка, салат, паштет, как заправка и мои два белка Мой ужин